Приветствуем Ну что ж Что-нибудь мне скажут напоследок? Да, мы будем ждать тебя здесь Ну это, будь осторожна Что это? Это зал мудрости От книги начала к книге конца Приведи историю к правильному завершению Однако, возвращаться назад не позволено Это, наверное, книга начала? Пожалуйста, простите Так, для того, чтобы приступить к испытанию Выберите начать испытания в книге начала Следуя ходу истории Пройдите все отметки у каменных статуй в правильном порядке И приведите повествование к своему завершению Если последовательность окажется нарушенной Испытание считается проваленным Поэтому внимательно знакомься с содержанием истории Рядом с некоторыми статуями Могут находиться переключатели Они разворачивают прилегающие к ним статуи На 90 градусов Направление статуи также является важным условием Прохождения истории Если вы прошли все отметки правильно Но все равно провали испытания Внимательно Проверите направление каменных статуй Если же на пути к своей цели Вы оступились Или сбились в пути То можно начать заново нажав Угу Ох, чувствую Это будет очень-очень-очень-очень долго Я, кстати, опять забыл как Ну, вроде таймер у нас не тикает Ребят, мне надо так пугать Начало пути Давным-давно это было Могущественный злой дракон захватил власть над миром Тяжело пришлось людям в ту пору Один мальчик, живший в маленькой деревушке Решил спасти мир, чтобы вернуть улыбки на лиц людей На зов его сердца откликнулся магический посох Хранившийся испокон веков в деревне Мальчик был избран посохом и стал волшебником В великомой магии посоха перед мальчиком явился сказочный дух И стал его компаньоном Вместе они отправились в долгое путешествие, чтобы освободить мир Так В начале испытания вы увидите так называемые бонусные орбы, парящие в некоторых местах Вам не обязательно их собирать, но в зависимости от собранного количества в конце испытания Вы получите определенный бонус Отсюда до конца конца, до книг конца Нужно следовать, не помню лишь чего, но он что-то сказал Впечатать историю, ведь сверху начать заново Эээ, жил-был мальчик Если я правильно понимаю Хотя, стоп, тут еще что-то было сказано про направление Так, где тут перечитать историю? Так, мальчик в деревушке Ну, и как это должно означать? В смысле, мальчик должен быть повернут в посоху? А дух должен смотреть в сторону мальчика или посоха, я тоже не совсем понимаю Ладно, мальчик, посох, дух Так, вид сверху, ну-ка А, это просто осмотреться, я думал, так двигаться придется Так Ну ладно, попытаемся хотя бы Раз, два Заходя власть над миром Ого Это не просто нельзя, тут невозможно вернуться, если что Так Я не вижу возможности это повернуть Ну ладно, пошли дальше Ну ладно, пошли дальше Ой, блин Да-да Что-то я забылся Задумался над тем, чтобы повернуть Из-за того, что надо идти к посоху Так Так Ладно, еще раз С другой стороны, это весьма удобно, что они исчезают Я не могу случайно наступить На обратную плиту Плиту Плитку Ага Неправильно пошел Да-да-да, я понял Да-да-да, я понял Забавь, что мне надо немножко в другую сторону двигаться Так Еще раз Да-да Еще раз подумать Просто тоже любопытно, что дадут собрать эти сферы Сферы Ха, я не вижу способа их собрать Самым банальным образом То есть, поначалу, в любом случае, надо идти к парню После этого К посоху Но, например, если к посоху, у меня нет возможности забрать сферу Или я просто этот способ не вижу Ну, что ж ты будешь делать? Способ сразу нельзя, надо к пареньку идти Ну, если я пройду к пареньку Ну, если я пройду к пареньку Ладно, попробуем сделать на... Хотя нет, я там не вернусь А по диагонали тут пройти нельзя? Нет, только по очереди Угу Угу Ну, значит, просто возьмем пару сфер, а там уж... Привет Так Ладно, одну сферу возьмём Ах Ух, я бы хотел сказать, что не смогу пройти здесь. Вы хотите перевести историю книги конца? Вы получились еще не все. Если я знал, как их получить, я бы их получил. Ну а пока да, к сожалению. Вместе с ним пройдет долгие путешествиям усвоить мир. Вам удалось верно привести историю книги конца? Двулесник. Радость какая. Про материя. О, я забыл попытаться его озвучить. Эх, эх. Ну, очевидно. Ход, что моя испытательная мудрость еще не закончилась. Так. Тут еще больше действующих, птиц. Ну что ж, это издевательство. Сказочный дух стал проводником мальчика, и вскоре они встретили новых друзей на своем пути. Первым была добросердечная орфистка. Нежные звуки ее струны стреляли с сердца людей. Вторым был храбрый стрелок. Его отвага и преданность не раз помогала избежать опасности. Третьим был мудрый волшебник. Он стал учителем для мальчика и передал ему все секреты магии. Теперь, когда у него появились товарищи, мальчик мог бросить вызов чудовищам, сражаясь со злом. Друзья продолжили свой путь. Ну, допустим, это орфистка, если я правильно понимаю. Кто там еще? Воин, маг. Так, еще раз идет история. Орфистка, стрелок, волшебник. А, вот стрелок. Он там же с пистолетом, видать. Орфистка. Хм, стрелок. Как это? Стрелок. А, волшебник. Угу. Красный это монстр. И если я правильно понимаю, должен сказать в сторону мальчика. Так. Если я его поверну. А, мальчика к монстру тоже надо развернуть. Ладно, попытаемся так. Так. Ну, хорошо. Ну, да, подводим. Сражаясь со злом, друзья, продолжили свой путь. Вам удалось верно привести историю к книге конца. А, то есть действительно полезны ему могут быть подарки. Хотя я не знаю, где этот джаз использовать. Отлично, дверь открылась. Ну, я вижу, что это еще не все. Наверное, последняя глава. Как все странно, широко и неясно. Прошу, для меня как обычно. Победить дракона можно, лишь уничтожив четыре башни, излучающие злую силу. Первым в бою ринулся волшебник, уничтожив одну башню с помощью магии. Следующую башню меткинг выстрелом разрушил стрелок. Затем архивистка, повернувшись к солдатам, коснулась струн. Звуки ее музыки быстро разлились по полю боя и придали силу воинам. Так третья башня пала. Последнюю башню разрушил сказочный дух, бросившись на нее своим телом. Когда все башни были уничтожены, наконец настал час решающей битвы. Того продолжался бой, но мальчик поймал момент и обрушил на дракона легендарное заклинание «Утренняя звезда». Так, дракон был повержен и меркнулся на землю. «Утренняя звезда», говорите? Так, сначала осмотреться. Так, еще раз. Как там сказано? Волшебник. Так, вижу волшебника. Стрелок. Ну, видим. Орфистка. Так, где орфистка? Ну-ка. Это? Ну, если я правильно понимаю, это. Солдаты. Да, там, кажется, стоял один. Дух. Вот это так. А белый что такое? И только затем, мальчик должен противодействовать дракону. Ну, хорошо. Попытаемся. Первый был волшебник. Ну, сначала... Ох, как коварно. Если я правильно понимаю, он должен смотреть на мальчика. Или надо будет поворачивать это в определенный момент. Так, волшебник. Он уже смотрит на башню. Да, и он уничтожил с помощью магии. Следующим был стрелок. Он... Ага, его еще надо повернуть в сторону башни. Угу. Он разрушил башню. Я же правильно понимаю? А теперь, чтобы пройти, мне придется повернуть вот эту статуи еще раз. Ну, и чтобы сферу собрать тоже. Так, но нам надо двигаться харфистки. Надо было осторожнее. Угу. Как бы тут пройти? Она повернулась к солдатам. И солдаты уже уничтожили башню. Что-то я не с тем понимаю. Я с той стороны не пойду. Я не смогу оттуда выбраться. Здесь обрушится. Здесь-то ладно. Это потребует, чтобы обойти парня. Но здесь. Что-то я не понимаю. Вот это что такое? Монстрики? Солдаты. Ну вот, незадача эта. Я вообще никак не могу пройти туда. Угу. Заново. Хорошо. Попробуем повернуть сразу. И потом уже вернуться за сферами. Чуть не пробежал мимо. Так. Так. Книга за парнем, это хорошо Странно, а, понятно Скорее всего, под финал надо будет повернуть дракона лицом все же к парню Как ей предполагалось изначально Так, и духа ворочит придется Хорошо Ну что, лицом к лицу Вы хотите привести историю Книги конца? Угу Ваших словах был дракона, расхватывал дребезги и чудовище Во всем месте было повержено Трелестник С надобью мудреца Шамшир Ты доказал, что обладаешь мудростью Я должен войти в этот магический круг Сначала хотел взглянуть, что там Ага, нельзя Приятно Ого, что это за место? Я в небе Я в небе Это зал отваги Победи врага и пусть твой меч не дрогнет Ммм Испытание отваги И кто же будет мой противник? Ну не знаю Не Привет, ребятки Не идусь, если ты сам Шучу, конечно Но все равно Так, что у нас тут есть? Шамшир Стоп Там еще что-то вниз было А, да Хм Оно послабее Но дополнительная особенность Пусть будет так Так, ничего нового Ничего нового А, кстати Духовный жезл Да, эффективнее Регенерация здоровья улучшена Или в принципе существует Натиск Ох, не скоро я научусь этим пользоваться Хотя Может заставят О Вот я думаю Пригодится Да Давненько этого не делал Хм Это арена? Здесь нужно с кем-то сразиться Курга Суровый спирт Атак Ладно Курга 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 Ладно Ладно Мало эффективно Ребятки, а вы что делаете? Я нужна ваша помощь Ого Раскрутился Ого Курга 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 Я против Смысл Две атаки слагались? Плохо Блин Эх, не успел Я считаю на тебя Блин, опоздал опять Я открыл это испытание, он станет настоящим королем Мне наверное следует пересматривать, как я пытался его озвучить раньше Мне нужно твоей помощи Не успею. Не надо. Ух! Хы ! Ха-ха-ху! Ха-ха-ху! Ха-ха-ха-ху! По-моему, этот момент немножко эпичность победы снизил. Эван! Эван! Похоже, ты справился. Ребята! Эван, петти-вискер, тилдром, ты справился. Ты справился с твой. И выяснится с правой. Эван, петти-вискер, тилдром, ты справился с твой. Субтитры создавал DimaTorzok Хм, да ну, что за малявка такая занудная? Монстр что ли? О, эта чек! Болван, я сам что-нибудь есть настоящий святой защитник! Малявка, пушистик, и так, и сяк, завязывайте с оскорблениями, если не хотите узнать меня в гневе! Хелло! Ты святой защитник? Лас Райтман! Именно, святой защитник Милла, к вашим слугам! Что ж, Эван успешно справился с испытанием Значит, доказал свое право быть королем Раз я одобрил, так тому быть, да-да Только вот, это не самое то, на что я рассчитывал Окей Эй, ну что за мордоплюйство? Не судя по внешнему виду, если я явлю свою настоящую силу, мало не покажется, пока я, правда, не дорос маленько Ну-ка, если перейдем к... А, ну-ка, если перейдем к договору Если что-то... Есть что-нибудь подходящее для ритуала? Ах да, символ контракта, штука священная Ваше оружие, которым вы лупили монстров, не подходит Ого, как все сложно Ммм, наше оружие не подходит, значит Что еще можно использовать? Ммм, что-нибудь Ага Как насчет вот этой ветки? Подойдет? Отлично, ветка Реели Церемония с учетом договора и ветка Эх, недооцениваете вы меня А я, впрочем, ладно, и так сойдет Зато она крепкая Ммм, ну да Итак, приступим Ну, давай, поднимай свою ветку Кома-он, кома-он Это красиво! Рай, мой turn Субтитры сделал DimaTorzok Отныне мы станем с тобой божественной нитью И это возник между королем и светом защитником Божественной нитью Какая-то тонкая Крайки Ну, вы только-только заключите договор Чем можно листать твоя страна, тем крепче становится божественная нить Ну, тогда мы построим большую страну, чтобы наша с тобой нить была прочной Мне понравился твой настрой Вот же, я вообще забыл Я тут кое-что оставил для тебя про запас Для меня? Про запас? Ага, вот, получи, распишись Боевой эквалайзер Это какая-то каменная табличка? Не-не, это не просто какая-то каменная табличка Она обмещает вся мою силу Силу святого защитника Имя ей боевой эквалайзер По словам Мила, с помощью этой каменной таблички, вмещающей все силы святого защитника, вы можете более тонко подстраивать ход битвы Из главного меню выберите боевой эквалайзер Грамотно используй ее, ты будешь эффективнее стараться еще Грамотно используй ее, ты будешь стараться еще эффективнее Что-то я не особо понимаю Ладно, потом поймете, к ней надо просто спрякнуть и все дела Итак, нам удалось успешно заключить договор со святым защитником Пора возвращаться на базу воздушных пиратов Какой приятный этот ветерок Что? Идем-дем, покажем боссу Ладно Пока что мы попытки против как-то их озвучить, успехом не увенчаются Точнее, на хоть как-то, да, тянется Но озвучить нет А, ну да Наверх Вот это да Вы вернулись целыми невредимыми из колыбели божества Судя по вашим лицам, все прошло успешно Это святой защитник моей страны Лива, знакомьтесь О, это и святой защитник такой Какой он крошечный Ой Ты снимешь на дно? Ребята, сегодня вот закалит пир Пир на весь мир Подготовку начали Ха-ха-ха Пир? Серьезно? Как нельзя кстати Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok